итак что я делаю у меня задумано плоский хотя плоского здесь ничего нет медальон в центре зеркальца поэтому я просто обвожу шаблон из бумажной для того чтобы сюда не приклеивать глину глина у меня будет сам затвердевайка намечаем карандашом и буду обходить этот участок но для того чтобы мне глина не мешала работать с трафаретом вначале я сделаю именно трафарет трафарет с изображением геральтической лиги здесь просто смотреть где его расположить точно по центру либо поднять повыше либо потом опустить пониже это такие детали которые тем не менее в процессе работы наверное возникают у всех эти вопросы просто прикинуть как как выигрыш не как лучше как гармоничнее смотрится смотрится картинка смотрится изображение и так далее если вы там никуда не торопитесь у вас есть возможность но лучше закрепить я люблю в общем конечно чтобы у меня ничего не сползало поэтому малярной лентой я закрепляю трафарет работаю с шпаклевкой вгт по дереву акриловый белый обязательно ее надо перемешать вот у меня она уже просто перемешана она отсекается если хранится долго но перемешиваю еще раз для того чтобы она была однородной для того чтобы ее консистенция там жидкость вошла в консистенцию шпаклевки и работаю пластиковой карточкой но можно и мастихином кому как удобнее обратите внимание пожалуйста я на пластиковую карту на нашу не зачерпываю ею а на нашу мастихином шпаклевку и затем просто разношу здесь кстати говоря не обязательно выглаживать потому что нам как раз нужно рельеф мы его к тому же потом будем дорабатывать дальнейшем вот поэтому ну это просто стандартная работа с трафаретом вот хочу вам просто показать маленький как бы ухищрение да у меня на даче когда я работаю нельзя сливать воду в канализацию я пользуюсь влажными салфетками детскими для очищения трафаретов они кстати говоря хорошо очищают и если нет возможности помыть то можно вот так вот пользоваться я очень часто используюсь может быть вы возьмете на вооружение тоже да и еще один большой плюс а трафарет можно сразу же использовать повторно если вода там требует высушивания а иначе расползется паста здесь можно сразу работать ну просто палочкой подчищаю там где у меня вылезли вылезли лишние причем очень чисто не обязательно потому что мне нужно чтобы вокруг геральтической лилии вот этот вот медальон у меня тоже обладал неким рельефом я потом дальше будет показано буду его создавать еще дополнительно чтобы это было не совершенно гладкое поле а чтобы потом краскам и патине было за что зацепиться я работаю с лицевой стороной зеркала и здесь у меня будет только трафаретный рисунок и контур но а поскольку поскольку весь трафаретный рисунок не помещается на тонкую ручку а я не хочу чтобы рисунок обрывался я просто заклеиваю малярной лентой какие-то детали для того чтобы придать некую целостность то есть немножко трансформирую уже готовый трафарет я думаю что многие пользуются этим приемом напишите мне кстати говорил какой вы делаете под себя вот именно таким образом когда можно я показывал в столярной школе как я делала это из одного трафарета формируя там разные выбирая разные фрагменты заклеивая малярной ленты какие-то детали я пользуюсь трафаретом на ручке зеркала на лицевой стороне просто формирую такой встречный рисунок то есть одна лилия у меня расположена расположена на цветком вверх другая цветком вниз но тоже в общем ничего как бы ничего необычного ничего сложного я думаю что все понятно и вот это вот работа с трафаретом она такая достаточно здесь традиционная и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok